Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Меня зовут Евгений Гринес. И сегодня я хочу показать вам мое шестое видео по теме дебютной катастрофы. Я приветствую всех тех, кто абонировал мой канал на YouTube, а также всех других, кто смотрит это видео и еще этого не сделал. Сегодня я покажу вам четыре прокомментированных партии, начатые одним и тем же ходом B2-B3. Мы сегодня смотрим видео с новой картинкой. При этом нам будет иногда помогать компьютерная шахматная программа и показывать нам непосредственные угрозы с помощью стрелок. Этот дебют называется дебютом Ларсена, или также атака Немцовича Ларсена. И в первой партии Ряйш против Йорк, сыгранной в Баварии в 2000 году. Черные ответили F5. Последовало СБ2, Е6, Е4. Хорошая жертва пешки, которую черным лучше было не принимать. ФЕ, ФЕ, ФЕ5, ШАХ, КОРОЛЬ, Е7. После Ж6, ФЕ5, белые выигрывали. КОРОЛЬ, Е7, Д3. Также хорошее продолжение. КОРОЛЬ, Е7, ФЕ5, КОРОЛЬ, Е7, КОРОЛЬ, Е7, ЛАЙ, Е7, КОРОЛЬ, НЕ7, НЕ7, СЕ7, КОРОЛЬ, Е7, НЕ8. КОРОЛЬ, Б2, Б4, НЕ7, 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 КНЕ7, Е7. Белые просто развивают все свои фигуры и готовят атаку на короля. ФЕ7, КОРОЛЬ, Е7, РЕ4. СЕ7. Этот ход проигрывает сразу. Конь, Е5, шаг. Чёрные сдались, так как после ДЕ следует. СБ5, мат. В следующей партии Гроссе Шмидт против Шефера. Сыгранная в Берлине в 2005 году. Следующая партия очень поучительна. Чёрные ответили на Б3, Е5. Последовало СБ2, КЦ6, Е3, Д5, СБ5, СД6, КФ3. ФЕ7, Рокировка, СД7, КЦ3, КФ6, КЕ2, Е4. Чёрные готовят прямую атаку на короля. Конь, Д4. И здесь последовало СЛОН бьёт на Н2 шаг. Это типичная жертва фигуры, которую необходимо знать. Мой совет, повторите эту партию несколько раз, чтобы лучше запомнить эту жертву. Король бьёт на Н2 шаг. Конь, Д4 шаг. Король извлекается из своего укрытия. Белые пошли на КГ3. Если КГ1, то следует ФЕ4, ЛЕ1, ФЕ2 шаг. Король Ф1. ФЕ1 шаг. Конь, Ж1. Конь, Х2 шаг. Король, Е2. ФЕ2. Король, Кх2. Король, Ж1. Если, например, на КГ3, то СЛОН, Ж4 шаг. И Белые, чёрные, выигрывают. Поэтому, белые, поэтому сыграли. Король, Ж3. Н5, ЛЕ2 шаг. Лучший ход в этой позиции. ФЕ1. На Ф4 следовало Х4 шаг. И на король h3 конь бьёт e3 с выигрышем партии. h5. Ферзь e1. Ферзь g5. f4. h4. Король h3. Конь бьёт на e3. Шах. И белые сдались. На король h2 следует. Ферзь бьёт на g2. Мат. В следующей партии. Марсалек Каецкий. Риканы. Чехия. 2007 год. Белые сыграли после b3. e5. С b2. Конь c6. e3. d5. С b5. С d6. f4. Последовало. Ферзь e7. Конь f3. f6. ФЕ. ФЕ. И конь взял на e5. Белые выиграли пешку. Так как после слон бьёт e5. С c6. bc. Ферзь h5. Шах. Король d8. Ферзь бьёт e5. Белые выигрывают. Последовало ферзь h4. И белые сыграли король f1. После g3 они, наверное, испугались хода ферзь e4. Но они могли ответить. Рокировка. С e5. И сами дать ферзь h5. С выигранной позицией. Поэтому g3 был лучшим ответом. После ферзь g5. Конь f3. Ферзь g6. Позиция не ясна. Король f1. Проигрывающий ход. Конь e7. Конь f3. Рокировка. Ферзь бьёт ф3. Связывая коня. Король e2. Слон g4. Снова связывая коня. Ферзь h3. Слон бьёт f3. Шах. gf. И здесь следует тактический удар. Ладья бьёт на f3. Ладья f1. Король бьёт f3. Проигрывает после... Ладья f8. Шах. Король e2. Ладья f2. Шах. Король d3. Ферзь e4. Король c3. Слон b4. Мат. Белые пошли. Ладья f1. И чёрные ответили. Ладья бьёт на h3. И белые сдались. Их позиция безнадёжна. В последней партии. Корритера Айя против Мадина. Аликанте. Испания. 2001 год. После b3. e5. Слон b2. Конь c6. e3. Чёрные сыграли a6. Последовало. c4. Конь f6. g3. Мы уже знаем, что комбинация ходов e3 и g3 с ослаблением полей d3 и f3 редко бывает хорошей. d5. Слон g2. Конь b4. Слон f1. Белые просто подарили сопернику два темпа. И после слона f5 чёрные уже получили выигранную позицию. Белые сыграли d3. dc. e4. Слон g4. f3. cd. Конь a3. После fg. Конь c2. Шах. Король d2. Конь бьёт на e4. Шах. Крc1. Конь f2. Фф3. Фф3. И... Слон c5. Чёрные выигрывали. Конь a3. Конь b4. Фф3. Фф3. Слон c5. Чёрные выигрывали. Конь a3. Конь бьёт на e4. Слон c5. Номер. Д2. Крc1. Крc2. Крc3. Фф3. Крc3. Крc1. Крc3. Крc4. Я надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, абонируйте мой канал. И комментируйте, пожалуйста, видео на YouTube. До свидания. До следующего видео.